Я, конечно, не первый раз начальница Римуэй, но что-то я как-то в космос улетела. Я подумала, может, первый? А зачем ты мне это дала? Я что-то сейчас не собрала. Пересыпать. А, все. Все, спасибо. Я сейчас уже соберусь. Восприятие чая важны четыре составляющие. Первое – это аромат. Мы начинаем с аромата, потому что именно он открывает нам дорогу чаю. Сейчас мы смотрели и кушали его глазами. Или глазами. Теперь мы будем лукнувся. И чай лунцин здесь не обманет ваши ожидания. Когда мы отдыхаем аромат, очень многие полагаются восприятию чая только на аромат. Потому что это первое. Но это еще не все. Когда мы выбираем аромат, он должен быть тонким и о чем-то нам напоминать. Чем тоньше аромат, тем лучше чай. У совсем плохого чая нет аромата. У хорошего, но недостаточно хорошего чая, очень ярко выраженный аромат. А у совсем хорошего чая, у него тоньше, 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 тоньше аромат. После восприятия аромата, второе качество – это чистота. Чистота вкуса. Во вкусе не должно быть посторонних примесей. Чистота вкуса должна передавать разливающийся вкус чая в арту. Вы оцениваете это в горле, в языке. Третье – это послевкусие. Послевкусие вы оцениваете уже вот здесь, здесь и здесь. Послевкусие вы оцениваете, как чай воздействует на нос. В желудке должно быть тепло, в горле должно быть комфортно, на нюбе должно быть свежо. В послевкусии как раз мы оцениваем, как чайная энергия Ти воздействует на нас, как она нас меняет. Аромат. Аромат должен быть тон. Поводите носом, прикройте глаза и вдохните в самый затылок. И пойдет выделение слюны, и вы почувствуете какие-то тонкости, оттенки. Вдохните глубоко аромат. Берите совсем-совсем капельку вкуса. Распространите его во рту и почувствуете, как он начинает, гамма-изменение идет вкуса. Возьмите второй глоток и почувствуете, как разливается во рту еще богатство, букет это называют, богатство вкуса. Вкус при этом не должен иметь каких-то побочных, отвлекающих эпизодов. Он должен быть богатый, но чистый. Проглатывая чай третьим глотком, оцените, как он проглатывается в горле, и как он приятно разливается внутри. Прислушайтесь внимательно, как он начинает менять наше состояние. Как работает чайная энергия внутри нас, меняя настроение. Четвертое. Чайный дух. Четвертое важное составляющее. После-после вкус, еще более ценное, более тонкое, это чайный дух. Чайный дух проявляется в наших мыслях и намерениях после того, как мы выпили чаю. Спустя чуть-чуть, спустя некоторое время, наши мысли становятся возвышенными, чище от хорошего чая. От низменного чая ничего не происходит, и он не меняет наше состояние особо. Однако от возвышенного чая, который вырос в горах, в хороших местах, впитал в себя чай ци, такой чай содержит чайный дух. И когда он входит в чайник, внутри этого алхимического сосуда он начинает концентрироваться и собираться. И когда мы его проглатываем, то этот чайный дух вызывает у нас особое настроение, особые мысли. Эти мысли у одних будут возвышенными, у других родятся образы, целенаправленные. Это не просто то, как чай воздействует на нас. Это то, что нам хочется сделать, когда мы употребляем такой чайник. Это то, как мы после этого можем менять мир. Выпивая чай. Это и называется чайный дух.